Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Еще раз спешим поздравить вас с наступившим Новым годом, который отчитывает постепенно свои дни. Всего несколько дней прошло, настроение, надеюсь, у нас по-прежнему новогоднее. Но, как вы понимаете, жизнь праздничная и жизнь, кстати, в какой-то степени будничная для кого-то тоже продолжается. Для кого мы узнаем сегодня с помощью нашей гости, потому что в студии у нас главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, куда входит и перинатальный центр, и детская больница, а также главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа Татьяна Мельник, которая еще и депутат Совета депутатов городского округа Люберцы и частые гости нашей программы. Здравствуйте! С Новым годом вас! Добрый день! С Новым годом тоже вас! Я так понимаю, что, конечно же, про врачей в 2020-м говорили очень много. Да, и признавались в любви, и пытались, скажем так, на самых разных уровнях помогать. Но, безусловно, прежде всего, это ваши действия по отношению к тем людям, которые столкнулись с этой ситуацией, с пандемией. Я так понимаю, что это коснулось даже, казалось бы, и перинатального центра, и детской больницы. Как у вас было с пандемией в 2020 году? Как главный врач, что вам пришлось, так сказать, поменять, может быть, в деятельности или добавить? Ну, вы знаете, что у нас работали стационары, больницы работали в так называемой красной зоне, которые оказывали непосредственно медицинскую помощь больным, уже у которых подтвержден такое заболевание, как ковид, и чистой зоны. Мы попали в чистую зону. Почему попали в чистую зону? Потому что это единственная многопрофильная детская больница, где есть единственные в Московской области отделения. Это такие отделения, как отделение нейрохирургии, это отделение травматологии, это отделение урологии, это отделение ожоги, неврология, палеотив, хирургия новорождённых. Поэтому это единственное место, куда могут приехать дети. То есть ковид отдельно? Да, ковид мы были отдельно. Но, тем не менее, мы выполняли все предписания наших вышестоящих органов, это Министерство здравоохранения Российской Федерации и главного санитарного врача, и, конечно, Министерство здравоохранения Московской области, с тем, чтобы не допустить в наши лечебные учреждения тех пациентов, у которых есть подозрения на ковид или у которых уже подтвержденный ковид. То есть мы работали в чистой зоне. Это тоже не очень просто, потому что, когда приезжает пациент, и у него как бы нет никаких еще проявлений, а тем не менее, всем пациентам при поступлении 100% и детям, и взрослым делались тест на ковид. Ковид, тест ковид положительный, поэтому нужно было, во-первых, суметь оказать эту медицинскую помощь, были организованы боксы специальные, дообследовать этого пациента другими методами, такими методами, как ПЦР-диагностика, это взятие мазка. Мы уже все знаем, да, или методом ИФА, или методом ИХА, есть такой еще метод. То есть доказать, что на самом деле это подтвердить ковид, и тогда эти пациенты маршрутизировались в те стационары, где им оказывалась эта помощь. Такие стационары у нас были открыты на территории Московской области. Вы, наверное, знаете, что у нас и три родильных дома работали на ковид, да, и у нас в Подольске детская больница работала на ковид, и в городе Королеве часть отделений детских тоже работала на ковид. Поэтому, конечно, выполнить это все, это тоже нужно было как бы четко, чтобы не дать возможность заболеть тем детям, которые приехали сюда без диагноза ковида, а с другой патологией. Ну вот по прошествии все-таки такого времени мы очень надеемся, да, что почему-то все рассчитывают на весну уже этого года, весна, лето, плюс вакцинирование, мы об этом тоже, естественно, поговорим. Хотя это не совсем ваша тема, но вы врач, даже нам что-то рассказать. Это сейчас тема всех, всех. Да, делать, не делать, нужно, не нужно, но, тем не менее, оправдано было то, что медицина в 2020 году вынуждена была частично, в данном числе даже не конкретно детская, да, что мы понимаем, вам, у вас это сохранилось. Оправдано ли было, что пришлось отказаться от оказания, ну, помощи, скажем так, по другим заболеваниям, а именно заняться исключительно ковидными, как говорили в 2020 году больными? Это помогло? Да, это помогло, и это было сделано достаточно правильно, потому что, во-первых, очень быстро здравоохранение набралось опыта работы с такими больными. Работали все, и, конечно, врачи выполняли, и врачи, и медицинские сестры, и санитарочки, на самом деле они герои. Несмотря на то, что это наша работа ежедневная, мы на это и учились, и, в общем-то, были готовы к этому, к работе круглые сутки, оказывать помощь, но, тем не менее, вот эта пандемия показала, насколько сплотились ряды медицинских работников. Посмотрите, ведь даже если взять наш район, у нас в первую волну больница в Красково была переделана ковид, и ведь там перестроили полностью себя и хирурги, и урологи, и гинекологи, и неврологи, они все стали практически врачами-инфекционистами. А это специальность, которая была, ну, такая узкая, скажем прямо, да? Они все узкие специальности, но это так, специальность, которую, ну, мы как бы в такой обычной жизни, мы её не касаемся, потому что есть врачи-инфекционисты, они как бы со всеми инфекциями разбираются, но эта беда стала общей, и поэтому все вспомнили, что это такое, конечно, все научились, было очень много выпущено версий лечения, этих 11 версий лечения ковида, 11 рекомендательных писем, где было расписано, как лечить ковид, как обследовать, что делать с больными. И я думаю, что то, что выдержало наше здравоохранение и выстояло наше здравоохранение, и, в общем-то, результаты-то, скажем так, неплохие по сравнению с другими странами, оно показало себя, это система здравоохранения наша, это даже очень хорошо. И то, что госпитали наши переделались, и открылись так называемые лёгкие койки, когда можно было уже пациентов, которые выздоравливали, переводить на более лёгкие так называемые койки, где уже проходил процесс реабилитации, восстановления. Это очень тяжёлый процесс восстановления. Ну, правильно я понимаю, что в какой-то степени, всё-таки у нас новогодний эфир сегодня, все ругали и, наверное, давно так не провожали год, как 2020-й. Да, так ждали, когда закончится. Я всегда говорю своим друзьям, коллегам, телезрителям, что всё равно это наш год, да, мы пережили его, да, особенно те, кому удалось без потерь, к сожалению, много ушли из жизни, но это отдельная тема. Но, тем не менее, те, кто удалось пережить и так далее, чему-то ковид нас научил от того, что он появился, да, от того, что вот была такая странная у него мобилизация по всему миру. Какие-то положительные моменты для системы здравоохранения мы получили? Конечно, получили. Во-первых, получили то, что мы научились быстро разворачиваться и быстро переделываться. Когда пришла первая волна весной, перестроились, здравоохранение перестроилось на работу с больными, заражёнными ковидом. Даже, мне кажется, раньше всех успело перестроиться. Да, да. Потом, как бы, ковид начал немножко отступать летом, и ведь многие больницы вновь перестроились на обычный ритм работы. И начали работать 2 или 3 месяца в обычном ритме работы. Началась вторая волна. И вновь очень быстро перестроились. Вот эта мобилизация, вот эта перестройка, перестроить себя, перестроить систему работы. Ведь это работа сутками, и не одними сутками. Работаешь, отдыхаешь. Мы понимаем, но с другой стороны, люди, которые не столкнулись с ковидом, ну, может быть, только психологически, да, сейчас даже неважно, я не говорю о вот этих ещё пресловутом возрасте, да, тут тоже идут до сих пор споры. Может быть, дети пусть все ходят в школу, а 65+, пусть по-прежнему остаются на удалении. Но наверняка были те, кому не нравятся все эти меры, кто не получил, может быть, какую-то медицинскую помощь, ну, которую можно отложить, а хотелось, я не знаю, там, зуб вылечить, да, и так далее. Кто-то не смог обратиться в поликлинику, где-то кому-то, может быть, врачи что-то не приехали, или ещё что-то сказали, да не ковид у вас, и так далее. Ну, как у нас обычно бывает. Всё-таки, а до этого мы говорили о какой-то медицинской реформе, которая продолжается вот какими-то волнами много-много лет. Резюмируя этот вопрос, мы на сегодняшний день можем сказать, что в целом, в целом, медицинская система, которая у нас существует, она, ну, вполне себе достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь, чтобы человек чувствовал, что у него есть плечо, на которое можно, так сказать, облокотиться. Я думаю, что да, потому что, если посмотреть, в последние годы очень много было нового в здравоохранении, и переделывалась реорганизация здравоохранения. Сокращалось что-то. Сокращалось где-то, где-то какие-то разворачивались дополнительные койки, внедрены новые отделения, новые профили, новые направления в здравоохранении. Но, по сути, вот глобальный стержень, он остался советский, если говорить. И самые опытные доктора на сегодняшний день, это доктора, которые воспитанники еще с советской школой, и вот на тех остатках, что осталось от советской школы. Да мы и сейчас студенты на этом воспитываются, как бы. Вот, поэтому, наверное, оно и проявило себя, российское здравоохранение, в том, что оно совершенно отличается от западного здравоохранения, поэтому мы и смогли вот так вот мобилизоваться. А что касается, кто-то верит или кто-то не верит, вы знаете, у меня много знакомых, которые, и, кстати, между прочим, среди них есть и медицинские работники, которые скептически относились к этому, с недоверием. И, можно сказать, вообще с неверием в то, что это есть. Вирус не щадит никого. Он может пролететь мимо, как мы говорим, а может остановиться и заразить. И я всегда говорю, для того, чтобы понять, есть ковид, нет ковида, нужно что-то делать, предохранять себя от этого заразы. Нужно просто пойти поработать в ковидный центр. Любым. Там сгодились любые руки. Кто-то мог что-то подносить, кто-то мог выносить судно, кто-то мог помыть полы, кто-то мог спустить грязное белье, постелить новое белье. Рук не хватало, вот, на самом деле, вот даже таких. И пойти поработать, и посмотреть, и, в общем-то, послужить этим людям. Тогда люди приходили и говорят, да, на самом деле есть ковид. Потому что, к сожалению, беда вошла во многие дома, к огромному сожалению. Вот, поэтому я считаю, что все меры, которые были приняты, они достаточно адекватные, они правильные, эти меры были. И если мы сейчас будем этих мер придерживаться... Посмотрите, ведь нас научили мыть руки. Да. Мы стали достаточно часто мыть руки. Нас научили не собираться большими компаниями, мы где-то боялись. Держаться немножко стороной. Держаться стороной. Да. Мы заходим в магазин, нас не пускают в магазин без масок, и это тоже хорошо, чтобы... И в транспорте научились ездить масок. В транспорте научились ездить и общаться научились друг с другом. Мы научились общаться онлайн. Это тоже хорошо. И казалось, что, в общем-то, этот путь тоже нормальный, и ничего страшного в этом нет. То есть где-то сознание немножечко переделалось, и, в общем-то, жизнь продолжается. То есть есть и положительные моменты во всем том, что произошло в 2020 году. Ну и, конечно же, рождались дети, появлялись на свет маленькие чудеса наши человеческие. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Ну и, конечно же, жил городской округ Люберцы, жила детская больница. Обо всем этом во второй части мы поговорим с Татьяной Мельник, гостей нашей сегодняшней программы. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства, куда входит и перенитальный центр, и детская больница. Главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа и депутат Совета депутатов городского округа Люберца Татьяна Мельник, с которой мы часто встречаемся, каким был 2020 год с точки зрения появления на свет в вашем подведомственном вам, как говорят, ротодоме или, как сейчас говорят, в перенитальном центре? Да, но жизнь продолжается, несмотря ни на что, и женщины все равно рожают. Я хочу сказать, что 2020 год в этом плане стал не хуже, а наоборот, у нас немножко увеличилось количество родов. Если в 2019 году у нас прошло 4199 родов, то в 2020 году у нас прошло 4351 роды. То есть их стало немножечко больше. Немножко, но все-таки больше. У нас родилось 78 двоин. Да, 78 двоин. К сожалению, в этом году тройни не было. Тройня у нас была в прошлом году. Двойня – это не близнецы, а просто вот как? Это по-разному. По-разному. И близнецы, и двойняшки. Самое главное, что это одна женщина стала мамой двоих деток. Но показатели мы пришли с очень хорошими показателями. По здоровью как? Как сейчас дети приходят? Вы знаете, количество, мы судим по здоровью детей, это в первую очередь по количеству преждевременных родов. То есть рождению деток, которые рождаются с низкой массой тела, маленькие, и с экстремально низкой массой тела. Это те новорожденные, вес которых составляет до 1000 грамм. То есть 500, 600, 700. Вот это самые проблематичные дети. Их выхаживать очень тяжело. У нас из года в год процент преждевременных родов, он составляет порядка 4,5-5%. В принципе, мировая статистика дает 6% преждевременных родов. То есть количество преждевременных родов остается на этих. Очень хорошо, что мы научились выхаживать этих деток. Но с учетом специфики нашего перинатального центра, потому что все перинатальные центры, а их на сегодняшний день 5 в Московской области, каждый имеет свою узкую специализацию. Где-то рожают женщины с заболеваниями почек, где-то рожают женщины с заболеваниями сердца. У нас рожают женщины, у которых рождаются детки с врожденными пороками, требующими хирургической операции. Причем иногда бывает, и это частенько, и в этом году было, это когда первую хирургическую помощь нужно оказывать в ротзале. То есть детей хирурги оперируют прямо в ротзале, чтобы первую помощь хирургическую. Такие детки были у нас. Мы принимаем таких деток. У нас прекрасное отделение хирургий новорожденных, которое находится в детском стационаре, в детской больнице. Оно единственное в Московской области. Там работают очень опытные врачи. И мне хочется, ну как бы, я горжусь тем, что мои доктора оперируют практически лапароскопическим путем. То есть через маленькую дырочку все операции. Это даже в Москве не все клиники это могут делать. Мне очень приятно, я очень горжусь тем, что мои доктора это делают. Мы провели очень много научных конференций. Мы очень много провели обучающих семинаров с тем, чтобы показать свой опыт и поделиться этим опытом с другими докторами. Так что наш Центр охраны материнства и детства работал в полную мощь. Более 10 тысяч пациентов прошло у нас через детскую больницу. Ну и если наши жители нашего Люберецкого района, ну в частности города Люберцы, видели, как часто прилетали вертолеты к нам в детскую больницу. И были тогда такие дни, когда вертолет на вертолетную площадку садился и по 5, и по 6, и даже 7 раз. К нам привозят деток после травм. В основном это ДТП или другие травмы, которые влекут за собой нейрохирургическую патологию. Потому что в детской больнице единственное в Московской области отделение нейрохирургии для детей. Вернемся к роддому, уж простите, буду называть так попроще. Мальчиков или девочек было больше в 20-м году? Есть такая статистика? Да, конечно. Но вообще традиционно мальчиков рождается всегда больше. Говорят, что это не к хорошему, когда мальчиков больше. Нет, не поэтому. Дело в том, что так, может быть, говорить нельзя, но, к сожалению, если рождается, например, совсем маленький мальчик, маленькая девочка и очень тяжелые дети, то выживаемость у девочек значительно больше. А правда говорят, что тут уже опять вопрос не как врачу, есть же такая целая теория, что мужской организм, как я обычно говорю, не к Новому году будет сказано, но посмотрите на кладбище и вы увидите, что жены переживают мужчин лет на 10 минимум. Правда, что мужской организм гораздо слабее, чем женский, а женский организм совершенен по сравнению с мужским? Да, да. Женщина – это тот человек, который продолжает жизнь на земле. Если женщины не будет, жизни на земле не будет. То есть природа на мужчинах тренируется, а всё лучше отдаёт женщине? Всё лучше отдаёт женщине, потому что она продолжательница рода человеческого. Поэтому мальчиков больше. Мальчиков больше, потому что у них выживаемость меньше, мальчики слабее. Ну и тут играет, конечно, роль то, что мужчины – это служит в армии, это и травматизм, это и всякие конфликты. Ну да, к сожалению, да. Как военные, да. Поэтому, естественно, вот этот отбор, он, ну как бы это не грубо звучало, но тем не менее, он есть, потому что мужчины заняты на более тяжёлых работах, где выживаемость, естественно. Ещё один такой вопрос. Мама – самое главное, да, как не профессия, а состояние. Насколько сегодня женщины готовы к родам? Насколько женщина понимает, что это очень такой ответственный момент? Вот вопрос такой сложный, наверное, где-то философский. Но насколько сегодня вообще вот праздник и ощущение, что ты будешь мамой, воспринимается женщиной в нашем трудном таком бизнес-мире, скажем? Вы знаете, женщины прекрасно воспринимают материнство. Другое дело, что возрастной ценз немножечко отодвинулся в сторону увеличения. Если раньше считалось, что, например, 27 лет, был такой некрасивый диагноз, его сейчас уже нет, старая первородящая, 27 лет. То есть нужно было до 25 лет как бы первого ребёнка родить уже прям вот совсем. То сейчас женщина в 26, 27, 28 только задумывается. Но когда наступает беременность, женщины очень трепетно относятся к материнству. И поверьте, когда женщина рожает, и ребёночек, они становятся очень хорошими мамами. То есть чувство материнства не пропадает ни в каком возрасте. Только-только Новый год наступил. Понятно, что есть ощущение, что начиная с 31 декабря по 10 января никто нигде не работает. Как с медиками, как с роддомом? Если какой-то из детей захочет завтра, например, в этот мир постучаться, вы его встретите? Конечно. Вы знаете, Новый год и эти новогодние праздники – это тот период, когда на самом деле в больницах, и не только, в частности, в родильном доме, в родильном нашем стационаре, в детской больнице, работают самые сильные бригады. Огромный запас медикаментов, крови, кровезаменителей, расходного материала. Мы запаслись за 10 дней до начала Нового года. То есть как внутренняя чрезвычайная ситуация. Все праздники, не только новогодние, но все праздники, которые длятся несколько дней, это на самом деле чрезвычайная ситуация. И все работает. Новогодние праздники работали все, и сейчас мы все работаем. Не только врачи, и администрация в том числе. И я выхожу на работу как главный врач, и делаю обходы, и с пациентами разговариваю, и смотрю, что, как, и с врачами. Поэтому, а вот сами новогодние праздники, которые прошли у нас, это, конечно, самые сильные бригады. Самые сильные бригады дежурят на Новый год. Это связь телефонная, ежесекундная, ежеминутная, круглые сутки. Потому что, чтобы, не дай бог, что-то не случилось, а если что-то, любой, что называется, три свистка, и все врачи приезжают, все, кто должен помочь, и кто может помочь, все приезжают. То есть мы это воспринимаем на самом деле как чрезвычайно. И вертолет будет тоже работать. И вертолет обязательно будет работать, даже без разговора. Ну и самое последнее. Я специально не задавал сегодня много вопросов по депутатской деятельности, потому что вы часто бываете гостей, и депутаты к нам приходили. И вот буквально одно предложение. Депутатская деятельность, это был сложный год. Удалось все-таки те, скажем, просьбы, иногда требования жителей к депутату, что-то удалось решить, несмотря на вот этот онлайн-режим, и конференции у вас проходили, заседания? Да, вы знаете, в этом году мы с коллегами-депутатами не могли встретиться, как обычно, на депутатском заседании. Все проходило в режиме онлайн. Но это что-то новое, и, в принципе, оказалось, что это достаточно удобно. Работает. Значит, ничего не откладывалось. Планы, все планы, которые были запланированы депутатским корпусом нашего округа, они все выполнены, принят бюджет, и это очень хорошо. Помимо прочего, проводились еще внештатные всякие заседания. Это заседания комиссии по экономическим вопросам, и заседания комиссии по социальным вопросам, по комиссии по ЖКХ. То есть все вопросы все равно решались. Что касается граждан, конечно, граждане не могли прийти на прием, но подключались, и все равно в электронном виде. Но, наверное, наши жители, они тоже немножечко подсобрались, и вот в связи с этой бедой, которая пришла к нам, как-то немножко вот эти проблемы ушли. Люди старались все-таки решать вопросы здоровья, решать вопросы близких. Потому что практически в каждой семье кто-то болел. Тогда я хочу пожелать вам, вашему лицу, всему депутатскому корпусу, чтобы вернулись нормальные депутатские проблемы. Мы очень хотим вернуться. Но проблемы жителей все равно решались, конечно. Мы, в частности, на своем избирательном округе, нас четыре депутата, мы скомпоновались. Мы старались вместе и финансовыми средствами, и наборами продуктовыми, и волонтерами помочь нашим жителям, те, которые не могут дойти до магазина, или которые сидят в достаточно глубоком таком режиме удаленности, которые не могут выходить. Конечно, все делали. Работалось. Но хочется, чтобы все уже вернулось на свои места. Будем надеяться. Уже хочется выйти без маски и встретиться все. Новый год наступил, и у вас есть прекрасная возможность, потому что вся эта новогодняя неделя, или даже почти две недели, можно сказать. Ваше поздравление всем, кто вас сейчас видит. Ну, что мне хочется пожелать? Во-первых, мне хочется всех поздравить с наступившим Новым годом. Да, мы все ждали, когда уйдет 2020 год. 2020 год ушел. Надо смотреть в будущее. Надеемся, что 2021 год будет хорошим. И больше никакой вирус не поразит нас. Во всяком случае, даже если заболевание это будет, мы надеемся, что оно станет все меньше, меньше и меньше. И будет оно проходить все легче и легче. Но во всяком случае, здравоохранение готово помочь. Я хочу пожелать здоровья, счастья, успехов. И чтобы мы встречались чаще без масок, с рукопожатиями, с обниманиями. Чтобы встречались с большими компаниями. И чтобы жизнь нормальная снова вернулась в свое русло. Ну, судя по всему, нам в этом должна помочь вакцина. Потихонечку на роль люди вакцинируются. Будем надеяться, что она поможет. Потому что еще скепсис какой-то присутствует. Кстати, мне хочется сказать, что вот в эти новогодние праздники, вот они идут сейчас, но тем не менее поликлиники все работают. Кабинеты вакцинации работают. И наши жители могут прийти и пройти вакцинацию. Спасибо. Ну что ж, Татьяна Мельник, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Это периментальный центр и детская больница. И главный акушер-гинеколог третьего медицинского округа. В вашем лице всем врачам, всем, кто работал в это самое неприятное пандемическое время. И всем, кто работает сейчас в эти новогодние дни. Всем поздравления с Новым годом. Спасибо. Ну а мы надеемся на то, что будут рождаться здоровые дети, мальчики и девочки, которые... Это наше будущее. Мы очень надеемся, что в новом 2021 году у вас, у медиков, все-таки будет поменьше проблем. И нам будет от этого легче. Спасибо большое. С вами была программа «Открытый диалог». Меня зовут Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова